Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугенфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Любимый город, мы гордимся, что все принадлежим тебе. Наш город – это и ты, и я, и мы. Брест празднует 996-й день рождения. Растимый город, пусть о тебе слагаются предания, пусть остаются у твоих гостей лишь добрые навек воспоминания. Первых тысячников Брестской области чествовали глава региона Анатолий Лис и председатель Белорусской Федерации профсоюзов Михаил Орда. Выращенный и собранный урожай – результат неутомимого труда, земледельческого опыта и умелого хозяйствования полейских аграриев. Благодаря всем вышеперечисленным качествам область может рассчитывать на полновесный каравай. От теплохода Гродно до круизных лайнеров. В Жабенковском районе прошло открытие реконструированного шлюза «Залузья», которое ознаменовало начало новых партнерских отношений, которые могут связать Берестейский регион с другими участниками Днепровско-Букского водного пути. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Брест на этой неделе празднует 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 996-й день рождения. Торжественные мероприятия начались традиционно 28 июля. Ведь именно этот день не просто вошел в историю, он открыл новую мирную страницу жизни белорусского народа. С тех пор прошло больше семи десятилетий, но и в настоящее время последние дни июля для брещан – время особое, время памяти и широких торжеств. Время, когда слова «никто не забыт, ничто не забыто» приобретают реальный, осязаемый образ. В едином строю ветераны, представители областной и городской вертикали власти, организаций, предприятий и общественных объединений молодежь. Все они пришли на Площадь Свободы почтить память героев, павших за свободу и независимо Синекой, и сказать слова благодарности тем, кто освободил мир от коричневой чумы. Этот день, когда наш город освобожден, это день, который открыл новую эру, новый этап развития нашего замечательного Брест-Литовска, города Бреста сегодня. Поэтому особые слова благодарности нашим ветеранам. Всего в нас в городе осталось 400 человек, наших ветеранов Великой Отечественной войны. Беречь надо нам каждого, потому что они – наша история, они – наш фундамент тех преобразований, которые мы должны продолжать в нашем городе. Я имею в виду наше строительство, я имею в виду наше экономическое развитие, я имею в виду наше формирование городской, гражданской культуры. То, что я живу, что вы за нас, вы живете, вы радостные, вы прекрасные люди, все, понимаете, я горжусь. Желаю вам, чтобы этот Брест вы восстановили, еще лучше, как я, сколько я могу сделать, а сейчас вы лучше сделаете, чтобы он прекрасный, много здесь надо реконструировать, все, вы должны это все после нашего поколения, вы должны все это сделать, чтобы это было, чтобы вы гордились, и ваши дети, чтобы гордились этим Брестом. Несмотря на бесчисленное количество наград и почтенный возраст, ветераны редко адресуют кому-то свои просьбы, однако одна просьба-наказ все-таки есть. Они обращаются к тем, ради кого выстояли и выжили в нечеловеческих условиях, ради кого отвоевали каждую пять родной земли к своим потомкам. Они просят сохранить мир и покой, сохранить то, за что пришлось заплатить огромную цену. И наследники поколения победителей осознают большую ответственность, возложенную на них, и обещают сделать все возможное, чтобы и 80-е, и 90-е, и вековая годовщины освобождения Бреста отмечались как большой народный праздник под мирным летним небом. Праздничные мероприятия, посвященные и годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков и Дню города, проходили на разных площадках областного центра практически всю неделю. Однако наиболее красочным и насыщенным стал сегодняшний день – суббота. Яркие афиши, появившиеся в городе и на интернет-просторах несколько недель назад, успели заинтриговать жителей и гостей областного центра. Театрализованные представления, многочисленные концертные программы творческих коллективов и артистов Бреста, литературная акция «Читающий бульвар». В этом году праздник стал еще более ярким и насыщенным. Но чему удивляться, ведь Брест – культурная столица Беларуси. Но обо всем по порядку. Конечно же, торжественное открытие праздника обычно проходит в кругу близких и родных, друзей и хороших знакомых. Именно поэтому началом череде мероприятий послужила встреча брестского мэра Александра Рогачука с представителями городов-побратимов. Как и полагается, в день рождения, а у Бреста он уже 996-й, градоначальник принимал поздравления и пожелания благополучия областному центру и его людям. Мы очень рады, что мы сегодня здесь у вас и имеем возможность, я как Брестской голова, поздравить вас с именем города Луцка, Украина, самый, скажем, ближний с этой стороны ваш сосед. Поздравляю вас с отлучан, хочу пожелать всем брестянам счастья, пожелать мира, пожелать добра. Порядка двух десятков делегаций из восьми стран мира. Цифра немалая. Кто-то из официальных гостей уже давно стал другом города над Бугом. Кто-то пополнил этот почетный список относительно недавно. Главное, что Брест всех этих людей привело искреннее желание сотрудничать, быть партнерами в экономической и политической жизни, коллегами в социальной и культурной сферах. То, что сегодня к нам на праздник города прибыло много делегаций, конечно, это здорово. Здорово иметь много друзей, здорово с этими друзьями взаимодействовать экономически по каким-то социальным проектам и так далее. И мне приятно в данной ситуации сказать, что наши партнерские отношения – это не просто декларация, это уже реальные экономические и социальные проекты. Я думаю, что наши города очень похожи между собой и у вас, и у нас живут очень добрые люди. Наш Брест находится на берегу моря, он открыт для диалога и новых связей. Ваш город также открыт для общения, так как он находится на границе и является одним из наиболее крупных поселений с таким же названием. Эта открытость нас изближает. Уже совсем скоро жители и гостей областного центра ожидало торжественное открытие большого, а потому весьма долгожданного праздника. Момент по-особенному трепетный, ведь каждый присутствующий здесь был в своем роде и гостем, и именинником. Яркие шары, музыка, улыбки на лицах людей – все это создало у памятника тысячелетию Бреста особую атмосферу тепла и уюта, в которой каждый чувствовал себя как дома. Узрученный завсёдый, когда приезжаю в Брест, тем более, что уже не первый раз в этом году, потому что нагадываю Брест – это культурная столица Беларуси этого года. Но не только этого, потому что он еще омаль, что 10 веков до этого. И завсёдый я удивлюсь и настрою тех, кто тут живет, тех гостей, которые сюда приезжают. Нам очень понравилось гостеприимство Брестчан, конечно же, вот эта атмосфера праздничная, дружелюбная, она вот просто сразу тебя влюбляет в город Брест, поэтому спасибо большое. Выступление музыкальных и хореографических коллективов города над Бугом – парад участников первого в истории Бреста фестиваля уличных театров. Всё это стало эффектным продолжением открытия большого торжества – Дня города, который совпал в этом году с юбилеем создания первого в областном центре Монетного двора. Ему – 350. В память об этом знаменательном событии на глазах у публики была сделана уникальная юбилейная монета, автор которой – мэр города Александр Рогачук. День рождения – это всегда праздник. День рождения города – праздник особый. Это время для подведения итогов того, чего удалось добиться. А над чем еще предстоит поработать. Это шаг на новый путь, где будут другие, более сложные задачи и цели. И в то же время – это момент, когда каждый из нас как никогда рад тому, что живет именно здесь, в Бресте. Что тут его дом и семья. Что тут его ждут и любят, несмотря ни на что. Отдадим нашему городу наши сердца! Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об интересном, актуальном, важном. Напряженная и ответственная пора года. Уборочная страда в самом разгаре на Брещене. На полях без устали и практически без остановок работают комбайны. Важно успеть слаженно, оперативно и без потерь собрать и сохранить сотни тысяч тонн белорусского золота. За ходом уборочной без преувеличения следит вся страна. От того, насколько успешным будет аграрный год, зависит продовольственная безопасность Беларуси и благополучие ее граждан. А потому неудивительно, что хлеборобы сегодня находятся в центре внимания. Накануне первых тысячников жатвы экипаж комбайнеров СПК Остромечева чествовал глава области Анатолий Лис. Тему продолжит Анастасия Стропко. Экипаж комбайнеров Павла Панько и Алексея Лагоды вместе работают уже не один год и работают, как принято говорить, на результат. Уборочная страда образца 2015-го – прямое тому подтверждение. Хлеборобы СПК Остромечева первыми преодолели планку в тысячу намолоченных тонн зерна. Лидеры жатвы, как это обычно и бывает, героями себя не считают. Хоть и признаются, что такое внимание к их труду приятно, ведь струдятся они на общий результат, буквально не покладая рук. Рано встаем, поздно приходим. Стараемся, чтобы хлеб убрать вовремя и в срок. Секрет – тише едешь, дальше будешь. Вот такой секрет. То, что гоняют по полю, а с того толку нету, все в волках лежит. А потихоньку идешь, оно все в бункер сыплет, а не на землю. Главное – вовремя убрать, качественно, без потерь. Чтобы больше, как говорится, за крома Родины заложить хлеб. Средняя урожайность по сельхозкооперативу составляет 51,7 центнеров с гектара. На участке, где лидеры жатвы принимали поздравления, эта цифра и вовсе вплотную приблизилась к 60 центнерам с гектара. А значит, у передовиков еще есть шансы удвоить сегодняшний результат, а у их коллег добиться своего отличного результата к областным дожинкам. Вот сейчас убираем ячмень, яровой, у нас за спиной работают комбайны. Значит, тоже поле 30 гектаров, сорт ячменя Якуб, а с этой стороны пивоваренный тоже ячмень, бровар. В настоящее время вот тоже сейчас дает по 62 центнера с гектара. Я считаю, на этот год неплохо. У нас в прошлом году был урожай полностью по участку 59,7. Я думаю, в этом году мы на этот урожай выйдем. Если, может, даже и больше. Поздравить с хорошим результатом и пожелать дальнейших успехов прямо в поле на рабочее место комбайнеров приехал губернатор региона Анатолий Лис. Он вручил комбайнерскому дуэту приветственные адресы, премию в размере 30 базовых величин. На сегодняшний день неплохая урожайность, хорошее зерно, сухое, в хорошем состоянии, полеглицы мало, поэтому убирать приятно. И, конечно, востромечивая, это одна из лучших хозяйств нашей области. Приятно, что механизаторы, вот они с года в год, и в прошлом году намолотили больше двух тысяч тонн, и в этом году вот первые в области. Хотя уже, как я и говорил, наверное, экипажей 10 вот подходят сегодня-завтра, которые перешигнут тысячный рубеж. Поэтому это приятно, когда есть зерно, когда люди работают и могут заработать хорошую заработную плату. Больше полумиллиона тонн белорусского золота уже убрано в закрома с полей Берестейского края. В нынешнем году погодные условия внесли свои коррективы в планы и работу хлеборобов. Прошлогодний рекорд побит не будет, однако и каравай 2015-го планируется увесистым. На уровне миллиона двухсот тысяч тонн. При средней урожайности 39,2 центня разгектара и 60% оставшихся на данный момент еще не убранных площадей, эта цифра вполне реальна. Я думаю, что мы, конечно, миллион мы одолеем, потому что зерна есть, такое количество на полях. Думаю, где-то в районе миллион двести у нас в этом году должно быть зерна. Немножко меньше, чем в прошлом году. Это было связано с погодными условиями, так как часть зерновой группы нам пришлось перевезти. Кормовые культуры поэтому не добираем. Ну и засуха на Полесе она также дала о себе знать. Но в целом, я считаю, нас больше сегодня уже волнует урожай будущего года и заготовка кормов, так как у нас немножко кормов меньше к уровню прошлого года заготовлено. Поэтому все, идем, чтобы заготовить побольше кормов. Анастасия Страбко, Кирилл Яповик, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Вторым после передовиков сжатвы в СПК Остромечево стал семейный экипаж Тетенковых. Старший комбайнер Дмитрий Николаевич и его отец Николай Алексеевич. В чествовании аграриев принял участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Прямо на поле, практически без отрыва от производства, он поздравил первый семейный экипаж, преодолевший знаковую черту в тысячу тонн, вручил ценные подарки и грамоты. Старший комбайнер Дмитрий Николаевич и его отец Николай Алексеевич Тетенковы стали первым на Бречне с семейным экипажем, который намолотил тысячу тонн зерна. Передовиков Жатого СПК Журавлина и Пружанского района существовали прямо в поле, на их родной Ниве, покорять которую они выходят каждый день, вставая ни свет ни заря. Для них нынешняя уборочная страда не из легких, однако благодаря опыту и желанию внести свой увесистый кусок в общий каравай будущего урожая привели уборочный локомотив к заветной цифре в тысячу тонн. Так как я молодой еще в хозяйстве, есть у нас постарший комбайнер, вот хочется достижения, ну достичь их и выше, показать, что мы тоже можем молодые работать. Хотелось тысячу намолотить, мы добились все-таки каждый день, ну и получилось все у нас, то, что было задумано. Техника современная, легче работать немного, ну работать надо, меньше болтаться, меньше разговоров, больше работы. К слову, экипаж Тетенковых уже не первый раз показывает такие высокие результаты намолота. Тысячу тонн зерна они собрали и в прошлом году, но не попали в число комбайнеров-передовиков Брестской области. В 2015-м пружанские хлеборобы взяли реванш и выполнили план по максимуму. В числе чествующих председатель Федерации правосоюза в Беларуси Михаил Орда, который, вручая грамоты и ценные подарки, аграриям также поздравил маму и жену семейного экипажа, подчеркивая, что победа на родной Ниве – заслуга всей семьи. Сегодня мы приехали поздравить, сказать большое спасибо людям, которые и закладывали этот урожай, и его высевали, и сегодня его убирают. И показывают сегодня прекрасные результаты, прекрасный выращенный хлеб. Это сегодня тысячники, это семья, это сегодня и отец, и сын, они работают на комбане. На комбане, что очень важно, нашего белорусского производства. И они сегодня одни из первых в Брестской области. И мы, конечно, сегодня приехали сказать им огромное спасибо. Ну, сказать и экипажу, и, конечно, и маме сказать, которая сегодня тоже неотъемлемая часть вот этого результата. Это вся семья, это победа всей семьи. В честовании тысячников приняли участие председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Лабышев, а также представители областного профсоюза работников АПК, местной власти и руководства хозяйства. По мнению каждого из присутствующих, таким высоким показателем привела в первую очередь модернизация аграрного комплекса страны, инициированной главой государства в далекие 90-е годы. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Еще один пункт Большого водного магистрального пути Е40 приобрел новое лицо. Накануне в Жабенковском районе состоялось торжественное открытие после масштабной реконструкции гидроузла Залузья. Воссозданный здесь комплекс позволит не только улучшить качество процесса пропуска судов, но и, возможно, уже в ближайшее время даст толчок для развития нового направления речного туризма. Анастасия Надрин-Плотницкая расскажет подробнее. Гидроузел Залузья является одним из объектов Большого магистрального пути под кодовым названием Е40. История его возникновения на реке Муховец уходит в далекие 30-е годы 20-го столетия. Качественная работа и прочные материалы, а первоначально водный комплекс был деревянным, позволили прослужить шлюзу не один десяток лет. И вот, наконец, первая для гидроузла реконструкция, как оказалось, кардинальная. Гидроузел, построенный еще до Великой Отечественной войны, приобрел новое лицо. Теперь многие операции здесь можно выполнять в буквальном смысле одним нажатием кнопки. Но и для этого инженеры по обслуживанию проходили специальную длительную подготовку. Сегодня на главном техническом посту один человек из восьми обслуживающих гидроузел. Здесь специалист отслеживает, что происходит на самом шлюзе и в целом на территории комплекса, который после реконструкции в буквальном смысле не узнать. Сначала, несколько лет назад, здесь была построена гидроэлектростанция. А уже в 2012 году, согласно государственной программе развития внутреннего водного и морского транспорта на 2011-2015 годы, на 12 гектарах территории объекта началась реконструкция шлюза, сооружение, которое сегодня соответствует евростандарту. Вместо деревянного шлюза построили современный европейского класса шлюз из бетона и привод уже не механический, а гидравлический. Это на привод с торок ворот. Это уже гидротическое сооружение судоходное еврокласса 5А для судов река-море, современной осадки. Оно находится на транспортном магистрале Е40. Открытие отремонтированного шлюза ознаменовало начало новых партнерских отношений, которые могут связать Берестейский регион с другими участниками Днепровско-Букского водного пути по ту сторону границы. Кстати, в первое путешествие от реконструированного гидроузла отправился давно полюбившийся брещанам теплоход Гродно. И это весьма символично. Ведь в планах руководства возможность работать не только с судами, перевозящими строительные материалы, но и с круизными лайнерами. Сегодняшний день в стадии уже, скажем, определенного завершения на стапелях Пинского судостроительного завода находится судно, первое для Республики Беларусь, которое, скажем, круизного такого, имеет параметры, то есть с каютами, комфортабельным для ночлега. То есть, безусловно, все это будет, он для этого региона делается. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями. И до встречи в эфире. В выходные дни погода начнет улучшаться, а днем воскресенье потеплеет. На следующей неделе в Беларуси придет тепло, распространится влияние антициклона с Западной Европы. Антициклон 2 августа подарит брещанам теплый солнечный день. Будет без осадков, температура воздуха ночью составит 10-12. Днем воздух начнет прогреваться, и температура поднимется до 26 градусов. В сочетании с комфортным южным ветром, воскресенье будет располагать к поездкам на природу, к водоемам. В начале рабочей недели в Беларуси установится летняя погода. Свою роль в этом сыграет перемещение малоактивного фронта. Будет жарко, без осадков и неветрено. В ночные часы столбки термометров покажут 15-17 градусов. Днем воздух прогреется до 29 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, август будет летним. Редактор субтитров А.Семкин